МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. В начале выпуска коротко о главном. 90 тенге за килограмм. Чиновники гарантируют качество картофеля старого урожая. В регионе за полгода коплюшем заболели 75 человек. О безопасности вакцины рассказал представитель ВОЗ. Мы знаем, что тот же ДЦТ, он также имел место и до применения прививок. Эксперты выяснили, где розы высажены в прошлом году. Все розы не прижились, они погибли. Меня зовут Кожа. Премьерным спектаклем завершили аймаутовцы театральный сезон. Спонсор новостей – Аксусский завод феросплавов. Один из крупнейших производителей и поставщиков феросплавов в мире. Несмотря на сезонное повышение цен на овощи, у повладавцев есть выбор. Сейчас стоимость картофеля нового урожая в пределах 230 тенге. При этом из стабфонда прошлогодние запасы продают по 90. И, по мнению чиновников, хорошего качества. Однако спросом она перестала пользоваться. Артем Клеван продолжит. Чиновники говорят, в Палдаре цены на социально значимые товары ниже, чем в среднем по стране. Причем на большинство продуктов. Но сезонность все же играет роль. За последние несколько недель мы наблюдаем рост цен на свежую овощную продукцию. То есть картофель, морковка, лук, которые свежего урожая, она, соответственно, уже идет дороже. Статистика это отмечает. То есть у нас сегодня на рынке есть картофель, грубо говоря, за 90 тенге – это урожай прошлого года. И за 230 тенге – это урожай, ну, свежий урожай с юга. Голод Павлодарцем не грозит. На данный момент в стаб-фонде 100 тонн картофеля, 20 тонн моркови. Но это прошлогодний урожай. В последнее время спросом он перестал пользоваться, даже несмотря на дешевизну. Многие покупатели готовы переплачивать за молодые овощи. Для того, чтобы у потребителя был выпад, у него может быть три ныня картофеля. Свежая, 230 тенге, смытая, очищенная, позолоченная за 1200 и на 1 стаб. И, допустим, нашего стаб-фонда за 90 тенге. Человек пришел и он не сказал, почему картошка стоит 230 тенге, что вот есть по 90. Возьми, это хорошая картошка, но она местная. Это не южная, которую уже урожай пошло, выдаст. Но она вся будет хорошим качеством. Чиновники говорят, нареканий по качеству старой картошки не получают. Между тем, сотрудники Департамента торговли и защиты прав потребителей с начала июня провели порядка 30 проверок по повышению надбавки при реализации социально значимых товаров. Предупреждений и штрафов вписываются даже по случаям, когда продавец завысил цену на 0,1%. Артем Клевин, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Не прижились? Розы, высаженные осенью прошлого года в Павлодаре, погибли, констатируют биологи. На закуп и уход за саженцами тогда выделили порядка 83 миллионов тенге. Какая ситуация с цветниками сегодня, узнала Осель Аскербекова. Напомню, в ноябре прошлого года в Павлодаре высадили чайно-гибридные розы на площади 6800 квадратных метров. Нужно отметить, это очень красивый и эффектный сорт, который выращивают в южных регионах страны. Коммунальщики были уверены, он успешно адаптируется и к нашему суровому климату. Однако летом горожане порадоваться нежным цветам так и не смогли. Последние два осенних сезона, предыдущий год и прошлый год, они были очень суровыми для наших условий. То есть суровость состояла даже не в том, что низкая температура была, а что влага в сочетании с заморозками, это очень губительно для многих растений, ну и для роста в том числе. Эти розы, естественно, погибли. Весной мы обнаружили, нас приглашали на экспертизу, мы специально оценивали и пришли к выводу, что все розы не прижились, они погибли. К слову, подрядчик уже высадил новые спрей-розы за свой счет. Сорт, конечно, неприхотливый, однако тщательный уход для лучшей приживаемости обязателен, подчеркивает биолог. Оселя Скирбекова, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Павлодар накрыл летний зной. Температура воздуха поднимается до 40 градусов. Страдают городские насаждения, не приживаются новые, а люди спасаются от жары на водоемах. К сожалению, есть несчастные случаи. Подробнее в нашем традиционном обзоре. Спонсор рубрики «Новости из соцсетей» – Центр недвижимости «Реал». Центр недвижимости «Реал» – ваш надежный партнер на рынке недвижимости. Вопрос от телекомпании «Ирбис» на злобу дня. В Павлодаре поливают клумбы? Забывают. Жара вон какая. Сохнут бедные цветочки. Полейте, пожалуйста. Жалко же, погибнет красота. На кольце в сторону Павлодарского видел, как поливали. Спасатели обнаружили в реке тело 29-летнего парня. Павлодарца достали из воды на левом берегу Усолки, напротив улицы Майоры. Парень предположительно совершил суицид, бросившись в реку в запрещенном для купания месте. 15-летний подросток сел за руль скутера и разъезжал по Экибастузу. Полицейские его остановили на пересечении улиц Ломоносова-Абая. При нем также не было прав на управление транспортом. В итоге на закон их представителей юного водителя наложили штраф в 73 840 тенге. Правильно. Надо права выдавать на скутеры, как на любое транспортное средство. И пусть оплачивают техосмотр и штрафы. Ведь они такие же участники движения, как и автовладельцы. Павлодарцы, внимание! Центр недвижимости «Реал» переехал. Новый адрес улица Лермонтова, 93, дробь 2. После ребрендинга лидер на рынке недвижимости значительно расширил спектр услуг. И теперь все вопросы можно решить в одном месте. Отдел аренды и купли-продажи недвижимости. Оценка имущества, архитектурно-строительное проектирование, ввод в эксплуатацию, оформление земельных участков, страхование. Здесь же находится консультационный центр от Басыбанк и Нотариус. В центре «Реал» могут решить любой вопрос с недвижимостью. Всех ждут по адресу улица Лермонтова, 93, дробь 2. Телефон 62 60 65. Павлодарку наказали за оскорбление полицейского. Стражи порядка в феврале этого года наведались с обыском в квартиру по улице Астана. Инициировали проверку из-за мужчины, которого задержали с наркотиками. А когда начали искать, пришла его родственница и стала пытаться разобраться в причинах происходящего. Но вот ответы ее не устроили. И 34-летняя дама стала оскорблять одного из сотрудников. В приговоре суда номер 2 указано, даже ударило по спине и голове. Уголовное дело рассмотрели по факту оскорбления представителя власти. История для нее закончилась более-менее удачно. Приговором Павлодарки назначили 20 часов общественных работ. Так, ну а теперь реклама, она будет недолгой. Затем вернемся в студию и мы продолжим знакомить вас с материалами корреспондентов телекомпании «Ирбис». Но еще впереди новости спорта и специальный информационный блог. Так что дождитесь. Астана Вижн. Астана Вижн. Лидер офтальмологии Казахстана. Почему? Потому что применяет самые передовые и инновационные методики лечения. Имеет самую широкую сеть клиник и самые значительные объемы хирургии. Высококвалифицированные врачи-офтальмологи знают о глазах все. Проводят диагностику для взрослых и детей. Оперативное лечение катаракты и глоукомы. Лазерную коррекцию зрения на лучшем оборудовании. Амбулаторную хирургию. И многое другое. Получить медицинские услуги в клиниках Астана Вижн можно по ОСМС. Астана Вижн. Выбор пациентов, основанный на доверии к профессионалам. Уважаемые пассажиры, просьба не искать смысл в данном рекламном ролике. Лучше ищите дешевые авиабилеты на Авиасейлский З. Авиасейлский З. Поиск дешевых авиабилетов. Число больных коклюшем в Павлодарской области не уменьшается. И в целом по стране эпидситуация напряженная. Как известно, уже есть первые жертвы этой болезни. Наш регион посетил представитель Всемирной организации здравоохранения и рассказал о самом эффективном способе противостоять смертельной инфекции. Не бояться прививок призывают эксперты Всемирной организации здравоохранения. Несмотря на все доводы медиков, вакцинация до сих пор вызывает у населения опасения. Пугают людей якобы тяжелые последствия. Например, некоторые родители уверены, что иммунизация может вызвать ДЦП или аутизм. Хотя официального подтверждения этому нет. И мы знаем, что тот же ДЦП, он также имел место и до применения прививок, и после применения прививок. Тот же аутизм также имел место и до применения прививок, и после применения прививок. Мы сравниваем, мы смотрим, насколько это заболевание наблюдается в группе привитых. Одной вакциной, второй вакциной, третьей вакциной. И мы видим, например, что нет никакого воздействия вакцин. То есть они не вызывают повышение частоты этого заболевания. Сегодня в Казахстане врачи пытаются остановить распространение коклюша. Ежемесячно в стране регистрируют от 350 до 400 случаев. Два ребенка умерли. В Павлодарской области с начала года заболели 75 человек. Из них всего один взрослый, остальные дети. Почти 90% не привитые. Единственный способ избежать эпидемии – массовая вакцинация, подчеркивают эксперты ВОЗ. Александра Петрова, Герман Сосновцев, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей. Сегодня нам о них расскажет Александра Петрова. Саш, приветствую тебя. Твое самое любимое место отдыха, ну я имею в виду внутри страны. Привет, Владимир. Конечно, Баянаул. Но он, к сожалению, не входит в топ-5 самых популярных курортов Казахстана. Здравствуйте. По данным Бюро национальной статистики, лидирует Алматинский горный кластер, который посетили 552 тысячи отдыхающих. Далее в рейтинге Щучинск и Боровое. Там побывали 69 тысяч человек. На третьем месте Мангистауская курортная зона. Там отдохнули 57 с половиной тысяч посетителей. В пятерку также вошли Туркестан и Алтай. Не важно, где вы будете отдыхать. Главное, не пропустите финальную распродажу летней обуви в ассортименте мужской и женской коллекции. Обувь выполнена из высококачественных материалов, которые подарят комфорт ногам. Цены от 5 до 10 тысяч тенге. Распродажа пройдет по адресу проспект Назарбаева, 21, дробь 1. Бывшая гостиница «Дружба». Кроме того, большой выбор летней обуви для мужчин и женщин вы найдете в салонах «Ральф Рингер». Производитель уделяет большое внимание подошве и материалам. Все модели комфортные и качественные, с анатомическими колодками. Действует рассрочка. Салоны «Ральф Рингер» расположены в торговом доме «Тулпар» «Бутик-221». «Артур-2» «Бутик-356» и в старом «Цуме» «Бутик-22». Также есть салон «Ваксу» в торговом доме «Агидель». «Бутик-22». А в «Бутике Глазман» суперакция. Скидки на мужские классические костюмы от 30 до 50%. Это отличная возможность приобрести костюм на свадьбу или другое важное событие, а также выгодно одеть школьника к новому учебному году без спешки и переплаты. Приходите по адресу улица Академика Садпаева, 130, торговый дом «Сити-Центр», второй этаж. «Бутик-работа» с 10 утра до 8 вечера. Будьте всегда на стиле вместе с «Глазман». Создать настроение и украсить праздник помогут цветы. В салоне «Комплимент» любая композиция – это сочетание неповторимой нежности и красоты. Опытные флористы помогут собрать идеальный букет на ваш бюджет. Салон «Комплимент» находится по адресу улица Тарайгырова, 109. Покупателей ждут с 9 утра до 9 вечера, а с 7 утра до часу ночи можно заказать доставку. И в завершении курс валют в Павлодаре доллар стоит в 465 тенге, евро – 498, рубль – 5 тенге – 20 тин. И у меня на этом все. Владимир. Спасибо, мы продолжаем выпуск. Павлодарцы требуют обратить внимание на состояние парков и скверов. По словам людей, замечаний много. Дорожки не чистят, на столбах освещения не изолированы провода, а кое-где скосили и не убрали траву. Все это сняли на камеры своих телефонов наши зрители и прислали в редакцию «Ирбиса». Точные адреса и другие подробности прямо сейчас. Смотрим. Мобильное приложение. Спонсор мобильного приложения – Павлодарский завод Эми. Приобретайте котлы длительного горения напрямую от производителя. Мобильное приложение. Вот давайте полюбуемся жители и гости города Павлодара на прекрасный парк «Металлурга», в котором можно проводить время, отдыхать. Скосили всю траву. Первый парк стоит желтый весь. Траву не убрали. Вся эта трава засохшая валяется. Вот такой облагороженный, прекрасного вида парк. Вот, посмотрите, какой у нас парк на площади Конституции. Деревья в тополином пуху стоят, как в снегу. На земле кругом тополиный пух. И не дай бог, кто-то бросит окурок. И все, ничего не поливается. Даже та трава, которая была в прошлый год, она вся посохла. Тротуары нечищенные. Все в тополином пуху. Это же пожарная опасность. Вот посмотрите, все белое, как будто снегом покрытое. Двор Гагарина, 68. Вот посмотрите, в какой темени у нас дети гуляют. Вообще темно на площадке, ужасно. Вот стоит опора освещения. Но она у нас темная, вдалеке вот ее видно. У нас свет только то, что горит на подъездах. А так у нас все, вот такая вот темень вокруг. Потому что вон там, вон, после четвертой школы, идет стройка на территории школы. Вырыли котлован за домом, где стоял стол посвящения. И этим нам отключили. Сделали заявку F109. Нам говорят, что как поставят опору на место, так вернутся в освещение. Но это уже с мая, ой, с мая, с апреля месяца. Усолка, свалка строительного мусора. Делают дорогу. Нашли, куда строительный мусор спихивать. Завод Эми. Единственный в Павлодаре, где производят современные котлы длительного горения марки Эльбрус. Их изготавливают на профессиональном автоматизированном оборудовании. Вся продукция соответствует высоким стандартам качества и прошла сертификацию. Гарантия до 5 лет. Котлы мощностью от 15 до 1000 кВт подходят как для домов, так и для коммерческих помещений. Они пользуются спросом по всему Казахстану. На заводе есть свой конструкторский отдел, где рождаются чертежи будущего изделия. Важный момент. Котлы Эльбрус реализуются без наценок, поэтому они дешевле рыночной стоимости. Ведь все поставки напрямую от производителя. Если вам нужен качественный товар, который прослужит долгие годы, обращайтесь на завод ЭМИ. Он находится по адресу Центральная промзона 230. Подробную консультацию вы получите по номеру 8 708 306 17 18 66 04 03 или на сайте pzmi.kz. Время коммунальной сводки. Ее ведущая Алина Тимиргалеева уже в студии. Алина, приветствую тебя. Сегодня в нашу редакцию с жалобой обратилась жительница многоэтажки. Она недовольна мертвыми голубями на крыше этого дома. Скажи, и такое бывает? Привет, Владимир. Да, в высотках могут быть и такие проблемы. Здравствуйте. По словам Валентины Пинчук, жительницы дома номер 12 по улице Варушина, зловонный запах не дает покоя. А причина – в мертвых голубях, которые заполонили чердак и крышу здания. С наступлением жары стало только хуже, и трупный запах усилился. А председатель, в свою очередь, отказывается принимать какие-либо меры, утверждает пенсионерка. На крыше лежат дохлые голуби. Мы уже 30 лет как сюда переехали, никому не дело. Тут была у нас старшая с 98-й комнатой квартира. Я в тот раз из-за его халатности заболела двусторонним воспалением легких, что попала в больницу. Вечером я открываю балкон, нечем дышать. Всю ночь не могу спать. Через нашу коммунальную сводку жительница дома просит Акимат обратить внимание на проблему и работу председателя, потому что терпеть зловоние уже невыносимо. А теперь перейду к планам отключения на 27 июня. По информации компании «Монополистов», четверг электроэнергии с 9 утра до часу дня не будет в квадрате улиц Карла Маркса, Достоевского, 29 ноября, Толстого. Причиной станет ремонт трансформационной подстанции. А вот из-за ремонта воздушных линий электропередач с 10 утра до 2 часов дня без света в Паладаре останутся 23 многоэтажки. Адреса вы видите на экране. А на этом у меня все. Владимир, передаю слово тебе. Спасибо, это была коммунальная сводка. Аймаутовцы завершили 35-й театральный сезон. В заключении сыграли спектакль по произведению классика детской казахской литературы Бердибека Сокпагбаева «Меня зовут Кожа». Посвятили постановку юбилею автора. Подробнее наш корреспондент. Повесть «Меня зовут Кожа» была написана в 1957 году. Через несколько лет вышел и фильм. Произведение было переведено на русский, французский, узбекский и другие языки. Поэтому премьера уже знакома каждому. Но тем не менее по-прежнему интересно. В главной роли Бекнур Дастан, режиссер Жангильды Садыков. В этом спектакле много воспоминаний. Как для старшего, так и для более молодого поколения. Потому что в этом произведении многие узнают себя, видят со стороны детские переживания, которые казались масштабными, нерешаемыми. Теперь мы смотрим на все это с улыбкой. Творение Бердибека Сокпагбаева имеет большое воспитательное значение. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Бердибека Сокпагбаева. Поэтому очень символично, что мы завершаем сезон его легендарным и любимым многими произведениями «Меня зовут Кожа». Репетиции прошли на одном дыхании. Спектакль поднимает актуальную проблему в обществе и определяет роль отца в воспитании детей. Отличительной особенностью очередной премьеры стало то, что главного героя сыграли два актера. Один дисциплинированный Кожаберген, а другой – озорной Кожа. Кожа. Коллектив театра в этом сезоне представил зрителям четыре премьеры и поставил около 90 спектаклей. Следующая встреча со зрителем пройдет осенью. Азамат Айтхалин Дамиришанов, телекомпания «Ирбис». Ну а теперь новости спорта. Все о самых заметных событиях в нашем коротком обзоре. Вот и подходит к концу история под названием «Проект «Откровение и я». Четыре сезона, 145 программ. Она одна из первых посетила нашу программу. Это Наталья Протская. Певица, педагог. Я не знаю, это просто замечательный человек. Помните тот день, когда вас пригласили в программу? Помню. Я очень хотела к вам попасть, я мечтала. И когда вы позвонили, пригласили, для меня это прям была такая большая честь, такое счастье, что меня позвали на такую передачу. Наталья, какую песню вы исполняли в программе «И я» в 2021 году? Музыка нас связала, тайною нашей стала. «Сильные люди, сильные земли». Вон там Павел Владимирович Варенев, главный режиссер. Как вы думаете, ему подходит эта песня? Очень подходит. «Сильные люди, сильные земли». «Вам ли не знать, что счастье и горе – лишь продолжение огромной степи горных вершин и Каспийского моря?» На вопрос, скрываете ли вы свой возраст, вы сказали «нет». «Нет». Так вы не скрываете свой возраст. Сколько лет вам? «36». Завистникам спасибо вы в этом кокошнике. Огромное, я низкий вам поклон. Всем, кто меня не любит, спасибо, да, вот. Спасибо вам огромное. «Кто не знаю, распускает слухи зря, что живу я без печали и забот». Проект «Откровение» и «Я» в субботу на телеканале «Ирбис». Мама едет. Не волнуйся, дорогая, давай закажем пироги в пироговой лавке. Мама едет. Ммм, какой вкусный пирог. Челлен молодец. Автосервис «Экспресс» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта высотой около 4 метров. Российского, корейского, китайского, европейского и японского производителей. Выполнит кузовные работы, покраску кузова, сварочные работы, работы выхлопной системы, компьютерную диагностику, ремонт ходовой части, ремонт двигателей, мелкосрочный ремонт, промывка от топителей печек. Проверит геометрию колес, регулировку развал схождения, проведет шиномонтаж и балансировку колес. Автосервис приглашает сотрудничать организации на договорной основе. Адрес улица Малообъездная 4-5. Контактные телефоны 8771-425-7002 и 8771-475-7002. Футбольный клуб ЕРТС оправился после обидного поражения дублером команды из Семея Елемай. Вновь встали на победную тропу, переиграв молодежь из Петропавловска. На центральном стадионе павлодарцы встречали Кызылжар. Хотелось бы, конечно, чтобы спокойненько на одной ноге все выиграть, но так не получается. Это футбол, сейчас все умеют играть. И как бы будет сложно нам, но мы должны выполнить свою задачу. Пришел главный новый тренер, отработал 4 дня. В принципе, каких-то сверхбольших изменений он не успел внести. Но мы понимали всей командой, лежит то, что у нас ответственность, и нужно было радовать наших болельщиков. Ертышане владели мячом подавляющее количество игрового времени. Чаще гостей и обстреливали ворота. В результате три раза удары в створ оказались результативными. Между тем, футбольный клуб «Ертыш» с 22 очками расположился на первом месте турнирной таблицы второй лиги. На сегодняшний день команда готовится к следующему матчу, который запланирован на 2 июля. Павлодарцы сыграют «Саксу». Юные боксеры детско-подросткового клуба «Жигер» стали призерами международного турнира. Он проходил в городе Алматы. Соревнования длились 4 дня. Их участниками стали 880 спортсменов из 10 стран. Латвии, Узбекистана, России, Литвы и других. Соревнования пришли очень хорошо. Детям понравилось. Сейчас будем стараться готовиться, чтобы еще лучше выступили. В данный момент в Курчатане собирается опять международный турнир. Павлодар будет участвовать тоже самое из-за рубежа. А также собирается приехать из Китая, из Монголии. Павлодар представляли 8 боксеров. Четверо из них дошли до финала. С этого выезда взял опыт. Соревнования были трудные. В первый бой соперник попался тоже крепкий. Я смог его побороть, но только в финале. Второе место занял в финале. Сказать огромное спасибо Яртайга, что научил меня в боксе. Надеюсь, в следующем турнире победа будет моей. А чемпионом турнира стал Ансар Макзум. Тренировки продолжаются. Юные боксеры готовы к новым вызовам. Это были новости спорта, но мы с вами еще не прощаемся, потому что сейчас специальный информационный блок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Таким был сегодняшний день. Запомните его. Новостей на сегодня больше нет. В студии для вас работал Владимир Чубенко. После новостей в 20.40 смотрите программу Реэсэс Ангеме. Ведущий бейкбол Мерзахан. К этому часу у меня все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин